вечер добрый дорогие друзья сегодня воскресенье как обычно прямая трансляция в и к ну прошу прощения немножко задержался не в 9 часов немножко пришлось кое-какие дела переделать хочется вас всех поздравить сегодня день троицы святой троицы вас хочется пожелать вам всего самое лучшего немножко объяснить суть троицы как это интересно нам приводит ава дорофей вообще понимание святой троицы очень конечно тяжело говорят то много ли богов у нас то ли же у нас один бог и такой же ли у нас бог как у остальных у остальных поясните но очень интересное приводит о святой троицы ава дорофей он сравнивает святой троицы солнцем значит солнечный диск он сравнивает с христом лучи которые исходят от солнца он сравнивает с духом святым а тепло которое исходит от солнца он сравнивает с отцом но говорит может ли быть одно без другого конечно же нет но едины ли они до едины то есть мы почитаем троицу единосущную и нераздельную во своей божественной природе то есть три постася отец сын и дух святой троицы единосущные и нераздельные вот такой интересный пример ава дорофей нам приводит так что еще раз хочется вас поздравить с днем святой троицы с днем рождения нашей православной веры зарождение христианства но еще на один вопрос отвечу который буквально на днях спросили один парнишка принес прислал мне фотографию где его сфотографировали со спины хотя честно говоря даже не знаю его ли с фотографии но тем не менее фотографию на футболке у него на спине изображен христос в тирановом венце и задал вот такой вопрос баишка будет ли считаться богохульством грешно ли носить такую футболку ну нужно вообще конечно немножко разобрать где носить зачем носить такую футболку но если и вообще когда человек носит такую одежду что она собой заменует если ты носишь как исповедание какой-то это один вопрос допустим в сирии ковской церкви где очень сильно фанатично распространено мусульманство там срывают кресты гонения сильные на христиан и они порою делают наколки в виде головы христа в тируно в венце делают татуировки в виде креста чтобы это уже точно с них не сорвали если уже убьют мученицкие то уже однозначно с знамением божиим за христа претерпев это вот один момент для чего мы носить такую футболку как исповедание тогда ты должен не только носить такую футболку ну и соответствовать ей то есть ты не не можешь уже тогда скверно словить ругаться матом не курить не пить то есть такой же должен правильный дето образ жизни вести без может быть без фанатизма но тем не менее должен соответствовать если ты это носишь как бы выделиться и неизвестно куда пойти в такой футболке или где курят пьют и тому подобное но это конечно уже грешно это уже такое неблаговение или даже глумление над образом божьим поэтому тут надо иметь благоразумие вот как бы ответ на вопрос если у вас есть еще вопросы которые сейчас вы в прямом эфире хотите ли задать я с радостью отвечу на него задавайте ну пока вы задаете еще интересный вопрос мне задали я конечно сам даже озадачился мне спросила девочка валентина с нашего молодежи православного центра вы наверняка видели у меня в группах страничку ссылку на группу молодежи православного центра руманский благоезд также на youtube я на своем канале несколько несколько видео роликов закачал нашего молодежного центра о хэллоуини святого валентина интересные получились такие проекты и вот она мне задала вопрос батюшка почему апостолов и учеников господь выбрал только мужчин почему среди апостолов не было женщин но вообще конечно очень интересный вопрос даже где-то озадачился но скажем так что во первых то время вообще женщины но не столь значимы были а если сказать вообще критично женщин то из-за людей в то время как бы не считали я не имею ввиду господь не считал просто как бы общество такое было который возьмите хотя бы родословность там о христе когда мы открываем священное писание что аос родил ахаз ахаз родил то есть перечисляется по мужчине то есть не женщина родила один мужчина другого родил то есть такое родословность как вот петров родила петрова и вот по мужчинам идет родословной фамилии женщина практически ничего не писалось если это писалось это какие-то выдающиеся женщины допустим пророчица анна и о других но и самая главная женщина это наверно богородицы преснодева марии другие женщины не апостола мечтали а женами мироносницами которые также шли за христом ну и потом несли слово божие евангельское во всем и во всем мире были такие ну или же уже как следствие равноапостольные то есть также проповедующие господа евангельское чтение на своей жизнью самое главное всегда соответственно не только знать и читать а своей жизнью подтверждать это нельзя сказать что я православный человек не живя по православным законам по законам божьим поэтому такие женщины назвали жены мироносицы сегодня господь воскрешает людей вопрос задают воскрешает ну скажем так можно конечно несколько примеров привести вот допустим понравился я тоже читал в интернете как временно похоронной процессии в индии очнулся ребенок попросил воды то есть у всех шок был во время похоронной процессии это произошло попросил воды выпив воды лег и опять как бы умер то есть такой для всех шоковый но подтверждающий что есть душа и есть как некоторые молодежь говорит другой мир иной мир да только для нас это или царство небесное райские пределы или адские муки что к человек заслужил при жизни воскрешает лев до воскрешает клинические смерти и то есть воскресение но опять таки почему сегодня этого катастрофически мало потому что сегодня к сожалению поголовно всех скрывают это финансово выгодно это где-то чтобы это не сегодня началась это для того одна из причин почему это стали делать я так предполагаю не могу утверждать но предполагаю она в коммунистическое время чтобы поскольку душа как мы знаем душа находится блестела три дня чтобы если душа верну вернется в свое тело и потом не говорила что есть другой мир что есть бог и тому подобное то есть присесть всякие разговоры что есть другой мир потусторонний божий мир в первую очередь когда памятники ленина заменят на кресты но тут же личный момент понимаете законодательно заставить всех поменять памятники на кресты это абсурдно господь насильно никого ничему не заставляет есть у человека свобода выбора поэтому он и живет по ней если бы господь хотел чтобы все были святыми тогда он бы не дал свободу выбора человеку и не приходил бы принципе на землю вот человечество не потерпевал бы крестные страдания потому что все идеальные были бы но мы понимаем что идеал только господь крест это символ спасения да вот так вот я уже как-то об этом рассказывал что вниз он указывает на земную жизнь на погребение здесь тело а вверх листа указ на небо что душа там и мы в символ вере нашим читаешь у чаю то есть ожидаю воскресенье мертвых жизни будущего века мы ждем пришествия христа мы ждем что воскреснут все выйдут из гробек своих и уже будем судимы во втором пришествии господа ну конечно есть такое отчаяние скажем так господь не судите не судимы будете то есть можно избежать суда если ты не будешь судить никого а будешь смотреть на свои грехи на свою душу поэтому отвечаю опять-таки на вопрос когда памяти кле не заменят на кресты ну на все воля божия когда-то кресты поменяли на памятник оленина не без промысла божий потому что как только господь от вернее люди отходят от бога происходит вот такая духовная деградация если мы начнем каждый сам себя то приблизимся ближе к богу значит совокупе духовно наше общество будет становиться более здоровым духовно нравственно ну и как следствие уже телом более здоровее будем ну если вопросов больше нету я был рад с вами пообщаться ответить на ваши вопросы еще раз поздравляю вас с праздником святой троицы завтра у нас святого духа так еще один вопрос чем страх божий отличается от страха темноты но это кардинально в разные вещи страх божий в чем заключается в том что ты боися согрешив отпасть отдалиться от бога то есть потерять любовь божию когда мальчик с девочкой вот такой вам пример так как как притча когда мальчик с девочкой встречается они боятся сказать какое-то лишнее слово обидеть и ранить почему потому что они дорожат любовью друг друга то есть они имеют страх такой потерять любовь так и здесь страх божий потерять любовь божию своими грехами а страх темноты это скажем так маловерие с одной стороны потому что когда мы веруем бога нам и помолились нам ничего не страшно ни темноты ни смерти ничего на самом деле конечно мы живем трудимся славим бога своими трудами и жизнью всей совокупе поэтому я думаю что страх темноты тут в том числе и психологический момент оставляйте где-то свет но всегда помните что бог есть свет и истинная жизнь и что без воли божьей как он сам сказал без воли моей не упадет волоска с вашей головы перекрестились помолились как минимум кратенько а лучше вечернее правило на суд грядущий и ложимся спать так сейчас секундочку извините но какой какой самый какой самый страшный грех вопрос задает вообще ну как бы тут нельзя сказать самый страшный или не самый страшный все грехи что такое грех вообще грех это духовная рана духовная болезнь как таковая грех это то что нас отдаляет и отвращает от бога как только для нас грех становится нормой то наша жизнь кардинально деградирует в худшую сторону поэтому сказать какой самый худший грех тут не скажешь но мое мнение что это гордыня от гордыни многие другие грехи как как вам израстают происходят ну допустим гордыня тщеславие человек превозносится он других считает за скажем так нелюдей допустим самолюбие также где-то потом уныние впадаешь у ныне мысль о суициде допустим от гордыни алчность хочу больше и мало то есть многие грехи происходят от гордыни я считаю это один из самых главных грехов потому что противоположность гордыни это смирение а вот смирить покаяться не каждый человек может почему бог создал нас зависимы от еды почему от еды ну давайте скажем так когда был Адам и Ева они не нуждались в мясе было такое было им господь дал столько скажем так яст в раю что им не нужно было вкушать мясо почему потом тогда мы стали вкушать здесь вообще такое если еврейский закон возьмем кошерная пища чистая не чистая одно можно кушать животное другое нет в принципе то и православным не все можно кушать даже пост это не пост допустим сама нельзя есть да к примеру почему потому что он падали мертвичиной питается которая на дне допустим крысиных тоже крыс у кого еще там всяких кроликов тоже из ряда крысиных ну нежелательно скажем так есть можно много каких перечислять но опять таки зависимые от пищи ну потому что материальные потому что должны питать свое тело тут можно в эту же область задать вопрос зачем нам спать ну потому что нужно восстанавливать свои биологические силы мы настолько святы крепки физически духовно чтобы бодрствовать настолько телом есть определенный ресурс но поверьте порой можно напитаться и молитвенно что даже физического голода не будешь иметь это можно подчеркнуть и почитать у святых отцов бодрствуйтесь и молите же ну согласен ну если позволите завершая все-таки нашу сегодняшнюю встречу одну притчу интересную расскажу можно если можно кто-нибудь там чего-нибудь знак какой-то подайте сегодня хороший радостный день хорошее настроение можно разрешайтесь хорошо значит один человек хотел пересечь речку быстрее потому что в объезд ее гораздо дольше а он не успевал на работу и вот он садится к лодочнику и говорит быстрее перевези меня на другой берег я опаздываю ну пожалуйста конечно перевезу и вот он замечает пассажир у лодочника на веслах написано на одном молись на другом трудись и он говорит ничего не пойму что это такое? он отвечает что это мне напоминание чтобы я молился и трудился он говорит ну я понимаю трудиться надо не потрудиться не покушаешь он говорит а молиться это зачем? пустая трата времени он говорит на самом деле так думаете? он говорит да конечно это пустая трата времени он говорит хорошо и тот затаскивает в лодку весло на котором написано молись и начинает грести с одной стороны одним веслом на котором написано трудись как вы все сразу поймаете лодка закрутилась вокруг себя и лодочник спрашивает мой дорогой скажи пожалуйста если мы будем только трудиться далеко мы быстро быстро ли мы доплывем до другого берега поэтому нужно и молиться и трудиться нужно свое тело питать как пищей физической так и духовной потому что мы состоим из духа души и тела поэтому нужно ухаживать как с душой так и телом аминь рад был с вами пообщаться храни вас Господь еще раз праздником Святой Троицы аминь с вами был священник Константин Мальцев доброй ночи